Добрый день всем, кто любит вино, и всем, кто хочет полюбить вино, у меня зовут Дмитрий Алексей, и я с вами Илья, и сегодня мы дегустируем сидр. Что же такое сидр? Главное его отличие от вина, это то, что он производится не на основе винограда, а на основе яблок. Четыре вида яблок выбирают для производства сидра. Горькие, горько-сладкие, сладкие и кислые. Сидр производится во Франции, на севере, в Нормандии или Британии. Он был очень популярный до середины 20 века, но потом, к сожалению, во втором даже популярности после вина, но потом его вытеснило пиво. Существует легенда, что сидр произвели совершенно случайно. Однажды Карл Великий сел на целый мешок переспелых яблок и, конечно же, их раздавил, а потом сок перебродил, и получился сидр. Лично я в эту историю не сильно верю. Это довольно кропотливый и нелегкий труд. Сидр бывает разный по степени сладости. Брюд, демисек или ду, что на французском обозначает сладкий. Также интересно знать, что сидр бывает тихим или игристым. И игристость получается путем искусственного добавления углекислого газа или методом шампанизации. Но это более сложный путь. В нашей бутылке около полутора или около двух атмосфер. Давайте его откроем и посмотрим, насколько будет сильно вылетать и вырываться пробка. Сидр открывать очень легко. Легкое шипение. Не надо бояться, что пробка упадет вон в глаз. Но все равно не нужно держать ее прямо перед собой. Лучше, как всегда, в сторону. И главный и интересный факт при открытии игристых шипучих вин, что мы крутим не пробку, а именно бутылку. Все мы знаем коктейль Кир Рояль, который производят на основе шампанского и смородинового ликера. В Нормандии, на севере Франции, также делают коктейль, который называется Кир Норман или Кир Бретан. Там уже используют вместо шампанского наш сидр. И немного занимательной математики. Из 18 килограмм яблок можно произвести около 13 литров сидра крепостью 5 градусов. А уже из этого сидра можно сделать 1 литр кальвадоса крепостью 70 градусов, который уже годами потом будет уменьшаться после выдержки. То есть сидр как раз и является средством для производства кальвадоса, очень известного крепкого напитка. Конечно же не только во Франции производят сидр, но и в других странах. В Германии он называется Апфельвайн. Его производят также и в Испании, и в США, и даже в бывшем СССР. Мы помним, присутствовал сидр на нашем рынке, но он был абсолютно не такого хорошего качества. И все-таки именно в Нормандии мы имеем самые вкусные варианты. Ну что же, и дегустировать сидр я сегодня буду не сам, а со своей женой. Нину в студию! Что-то ты его скину пила. Это намек на меня. Итак, первый сидр, дорогая, от производителя. Они как-то по-другому, по-моему, стояли. Компт Луи Доларестон. Я сразу налью 2, и тебе, и мне. И мы сравним цвет наших сидров. Сразу можно заметить, что он слегка игристый, правильно? И очень жёлтенький. Даже по цвету немножко похож на... Лимонад. На лимонадик. Итак, 2 сидра в цвете не сильно отличаются. Второй более янтарный, более золотистый. Отличаются. Это если человек сходил в туалет утром, а это вечером. Вы слышали, да? Для меня этот больше карамелизированный, да? Такой больше с апельсиновыми оттенками. Этот более светленький. Что же у нас в аромате? Яблочный сок. Подгулявший. Трехлитровая банка. Экспресс такая дегустация. Экспресс. Яблочный сок. Конечно, яблоко присутствует однозначно. Я бы сказал, что... Лёгкие нотки брожения, поэтому думаю, что оно подгулявшее, да? Но это иногда хорошо. И чувствуется, что... Мочёные яблочки. Может быть, мочёные, да, или слегка кислые яблоки. И мне кажется, что есть нюансы выдержки именно в нержавеющей стали, немножко металлические оттенки. Поэтому мы взяли мочёные яблоки не из стеклянной банки, а из нержавеющей стены. Тоже нас во вкусе. Для меня во вкусе довольно просто. Такой слегка водянистый, очень питкий. Алкоголя. Кстати, здесь немного. Как ты думаешь, сколько? До 10. Хочу тебя обрадовать. В два раза меньше. 4,5. То есть, сида практически такой же, как пиво. Да, совсем же. Его очень много пили во Франции до середины 20 века. Кстати, есть традиция именно в Нормандии, где существует очень много блинных ресторанов, которые называются Crepe Série, от французского Crepe, это блин, где подают сида не в бокалах, а именно в глиняных сосудах, кувшинчиках или мисках небольших. Ну, сегодня я дегустирую в бокальчиках. Итак, в аромате второго. Второй это с лошадкой. Второй с лошадкой, очень интересная этикетка у нас, симпатичная. Брюд, тоже сухое. Сухофрукт, яблоко. В аромате он более освежающий, мне кажется. Тоже есть яблоки, но какие-то даже не больше с кислинкой, да? То есть, если здесь сорт яблок более спелый, то здесь у них как будто бы немножко еще зеленое. Это как сухофрукты, которые на пларьках продают яблоки. Может быть, много груши, мне кажется, этих присутствий. Немножко были карамелизированные яблоки в аромате. Такое уже даже... С чем же совмещают сидр? Ему, конечно, можно очень хорошо пить на даче, летом, хорошо охлажденном, около 8 градусов. В саду. Также в саду великолепно, почему бы нет, с друзьями. Также можно совмещать его с блинчиками, с яблоками, с белым мясом, с ненасыщенной рыбой. Довольно приятный. И мне кажется, что сидр, особенно за 70 гривен, найдет своих любителей. Я знаю, мои многие знакомые любят сидр. Я уверен, что в ближайшие два года он будет очень хорошо продаваться и продвигаться на украинском рынке. Ну что же, любимая, ты его продегустируешь со своими подружками? Да. Почему мне? На печеньке. Первый или второй? Какое вам понравится сегодня больше? Второй, да? Слышат. Ну почему тебе все-таки нравится более второй? Он насыщен, и аромат насыщен, и сам вкус. Может быть, тебе первый понравится, потому что он более питкий, более легкий? Ну, мне пресно, мне неинтересно его пить. Ты говорила, что есть у сидра небольшая традиция, да? Да. Последний глоток нужно выливать на пол. А почему на пол? Да, тут более такой... Либо для того, чтобы облить ботинки соседа, либо для того, чтобы жертвоприношение земле, либо, потому что была традиция, скапливается осадок внизу. Но на самом деле, потому что раньше все пили из одного бокала, из одного сосуда, и для гигиены каждый, кто допивал последний глоток, он как раз выливал с той стороны... Ничего. Где он пил? Чтобы следующий... ну, чтобы сосед уже из чистого бокала пил. What did you do? Да, теперь поменяемся. Ну что же, у нас сегодня получилась довольно забавная, интересная дегустация сидра, но не вина. И от чистого сердца я вам желаю дегустировать вина, и не только вина, и обязательно делиться своими впечатлениями. С любимыми. И со своими друзьями. А я с удовольствием буду в этом помогать. Не пейте в одиночку. Леша, я облину твои деньги. What did you do?